Алло. 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 Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Магомед? А это я, да. Звоню вам по поводу вашего интереса к дополнительному доходу, верно? Было же такое? А что я, да, вы меня... Кто вы такой? Вы, пожалуйста, как-то скажите. Меня зовут Владислав, я звоню в центре инвестиции. Ага, Владислав, здравствуйте. Да, 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 я вас слушаю. Я вас... Хорошо, у вас звонит. Я понял вас, я вам вопрос задаю. У вас звонит был опыт в цвете инвестиций? А что за инвестиции, Владислав? Что это за инвестиции? Ну, вообще, в принципе, какие-то инвестиции совершали за свою жизнь? Да, всякое бывало. А вы мне, Владислав, вы работу какую-то хотите предложить? Просто скажите. Ну, у вас можно заработать деньги. Вы же интересовались дополнительным доходом, верно? Дополнительный доход? Ну, было дело... Ну, это я когда? Давно уже интересовался. Да, было так. Ну, какая разница? Никогда не поздно, верно? Конечно, верно. Да, никогда. Ну... Хорошо. Так вообще, в принципе, цели инвестиций ранее зарабатывали? Нет. А что за инвестиции? Ну, нет, не зарабатывал я инвестиции. Это какие инвестиции? Ну, возможно, вкладывали куда-то деньги, а потом вы за это получали другие деньги. Нет, я такие не зарабатывал, чтобы не вкладывать. Понял. Хорошо. А вы работали на финансовом рынке? На финансовом, нет, я не работал, нет. На финансовом рынке. А слышали что-то, я так понимаю, о финансовом рынке, верно? Верно, я слышал, да. Вот. А что слышали о финансовом рынке? Что вы уже знаете? Я не знаю, как вам объяснить, что я знаю. Своими словами, то что знаете, что там есть? Биржа, биржа. Там есть биржа. Биржа там есть. Ну, верно. Совершенно верно. Финансовый рынок – это и есть биржа. Ага, да. Хорошо. А почему же не приступили к заработку? Почему не зарабатывали? Я так понимаю, что звонили, вам объясняли, каким образом происходит заработок, верно? А кто звонил-то, Владислав, вы можете сказать? Вы мне так загадками говорите. Ну, какая разница? Ну, кто-то-то звонил к вам, я же не знаю. Нет, кто звонил мне по финансовому рынку, я не знаю. У вас там не написано, кто звонил? Так я спрашиваю вас, звонили к вам, не звонили. Было такое, предлагали мне. А когда это должно быть? Да какая разница? Вообще, за свою жизнь, вот, за всю вашу жизнь. А, ну, бывали звонки какие-то, конечно, разные бывают. Конечно, сейчас все звонят с какими-то предложениями по работе, но разные звонки, конечно, Владислав, так что. Естественно. Хорошо, я так понимаю, что предлагали вам уже заработать на финансовом рынке, верно? Ну, возможно, но, слушайте, я как-то не запоминаю, где там предлагали. Разную работу предлагали, да, возможно. Хорошо. Объясним, как происходит заработок на финансовом рынке. Смотрите, вы компанию Samsung знаете? Как компания Samsung? Как компания Samsung? Samsung или как вы, я не слышу вас? Мобильные телефоны, знаете Samsung? Зачем вы кричите? Samsung, конечно, знаем. Я не кричу. Зачем вы кричите, Владислав, чуть-чуть. Я спокойно говорю. Знаете такую компанию? Samsung, конечно, кто же ее не знает, Samsung пришла. Ну вот, а слышали, что они в данный момент выпустили новую линейку гаджетов? То есть туда входят смартфоны, часы, планшеты. Слышали об этом? Не слышал, нет. Я не слышал. Не слышали? Так вот, они выпустили в данный момент уже новую линейку. И, чтобы вы понимали, сразу же после презентации она пользовалась спросом и были предзаказы. Но предзаказов было настолько много, что накопилась сумма около полумиллиарда долларов. Представьте, эта огромная сумма перейдет на счета компании приблизительно через час. Вот как вы думаете, в этот момент, когда деньги поступят на счета компании, акции компании вырастут в цене или же упадут в цене? Так откуда же я знаю, Владислав? А это сегодня это вот они телефон выпустили, Samsung? Сегодня? Нет. Воскресенье же выходной. Презентация была раньше. Сумма сегодня уже просто поступит. А. Вроде выходной же, в воскресенье сегодня же не работают. Ну и что? Кто не работает? Samsung. Ну, они же, это, телефоны не работают. Ну и что? Работают. А. Ну, я понял. Хорошо. Как вы думаете, вот деньги попадут очень огромные? Биржа не работает по выходным. По субботу, воскресенье биржа не работает. Криптовалюта работает. У Samsung есть своя криптовалюта, чтобы вы знали. И поэтому биржа работает. А криптовалюта, они по выходным тоже работают? Только рынок криптовалюты, да, то есть цифровой валюты, работает только он по выходным, понимаете? А, понимаю. А у Samsung есть своя криптовалюта. А как называется криптовалюта у Samsung? А вы мне на вопрос так и не ответили? На какой? Да, конечно, задавайте. Ну, задавайте. Вы мне вопросы задайте, я вам отвечу. Я же вам говорю, смотрите, вот как вы думаете, в этот момент, когда деньги попадут на счета компании, акции компании, вырастут в цене или же выпадут? Ну, я не знаю. Вы понимаете, я еще не разбираюсь в этом, в Samsung. Я понимаю. А вы скажите мне, вот как вы думаете, если дерево водой поливать, оно растет? Ну, конечно, растет, но что вы знали? Соответственно, для компании вода это деньги. Если в компанию приходят деньги, она что делает? Что называется? Ну, как дерево поливать воду, растет дерево. Точно так же из компании, если в компанию приходят деньги, значит компания растет, понимаете? Ну, конечно, понимаю, Владислав, ну что вы, на детский слайд. Отлично. Мы же с вами на этом и заработаем, так как в данный момент и еще в данный момент деньги не попали на счета компании, мы с вами приобретем криптовалюту компании Samsung по минимальной цене и продадим уже тогда, когда... А, мы с вами будем делать. Я уточняю. И продадим уже, когда цена будет пика, на пике. А, пик. Ну, понятно. Ну, в принципе, понятно. На разницу нет минимальной суммы 15 тысяч рублей, заработаем 4 тысячи рублей. Для вас вообще, в принципе, 4 тысячи рублей хорошие деньги? Сколько? 15 тысяч 400 рублей? 4 тысячи рублей. 4 тысячи рублей хорошие деньги? Это, ну, за месяц, если заработать? За 43 минуты ожидается заработок. Вот 43 с половиной минуты. Хорошие деньги? Заработать 4 тысячи рублей за 43 минуты? Да, совершенно верно. А как надо... Что надо сделать для этого? Какая работа надо сделать для этого, Владислав? Я вам объясню. Я вас спросил. Вот почему вы не ответили для меня на вопрос? Вот скажите, для вас хорошие деньги 4 тысячи рублей. За 43 минуты, вы имеете в виду? Да, без разницы. 4 тысячи рублей. Для вас хорошие деньги? Вы мне ответить не можете? Я уже сказал, что... Да нет, да я вам ответил, Владислав. Вы поймите, я просто уточняю. За какой срок они заработаны? За какой срок... Так, вы уже дважды уточняли. Я уже вас и третий раз спрашиваю, или пятый раз спрашиваю. Деньги хорошие для вас? Ну, за 43 минуты, если, да, то как мы смотрим на это? Да, вы мне объясните просто, пожалуйста. Я же вам объясню, что за 43 минуты вы заработаете... Ага. Я просто пойму... Вы заработаете 4 тысячи рублей. Вот скажите мне, 4 тысячи рублей для вас хорошие деньги? Ну, за 43 минуты, да, это... За 43 минуты, вот, если имеете в виду за 43 минуты, то это... То это хорошие деньги за 43 минуты. 4 тысячи рублей, да, за 43 минуты. Но если за 43 минуты вы имеете... Смотря за какой срок, понимаете? Смотря за какой срок. Конечно же, конечно же, конечно же. Я вам уточнил. 43 минуты и 20 секунд, понимаете? Я вам уже уточнил. Ага. Конечно. Разумеется. Вот, хорошо, деньги-то хорошие, но я так понимаю, что не разобрались, каким образом будем зарабатывать, верно? Зарабатывать, так я же не знаю вообще, Владислав, я же... Так вы меня не слушаете просто, вы меня чисто не слушаете, я говорю, приобретем криптовалюту по минимальной цене и продадим уже, когда цена достигнет своего пика, когда вырастет продадим. Понятно, ясно, достигнет пика Samsung, когда будет она. Ну, хорошо, я теперь понятно, ну что? Все, это понятно, вам отлично. Хорошо, с этим разобрались, а вы вообще с какой сперек нам пришли, кем работаете? Я никуда не пришел, Владислав, ну что, куда я пришел? Ну, регистрацию ранее приходили. Хорошо, давайте упустим этот момент, что вы к кому-то приходили. Все, давайте упустим этот момент. Вы к нему работаете? Ну, я работаю в настройке, в общем-то, просто настройке работаю. Понял, хорошо, а сколько вы зарабатываете? Владислав, у меня очень небольшая зарплата, цифра такая, очень небольшая. Ничего страшного, поверьте, у меня клиенты зарабатывают по 38 тысяч рублей. Какая у вас зарплата? Ну, вот такая, небольшая вот цифра, да, такие небольшие. Ну, вот цифра есть, какая? За месяц последний, сколько позаработали? 25 тысяч рублей, у меня там было, 28. Я понял, а вы где вот именно проживаете? Ну, как, вот нахожусь сейчас, или вот как вам объяснить, прописка? А когда ходите где? Ну, не адрес прописки, а где находитесь? Я под Вологдой, Вологда. Знаете, где город Вологда? Город Вологда? Вологда, да, Вологда. Знаете ли это? Город Вологды? Вологда. Вологда. Вы знаете, такой город? Алло. Да, да, да. Ну, вы знаете, город такой, знаете, Вологда? А где он находится? Ну, как где, недалеко от Москвы, где еще? Вы из России, что ли? В России. А, почему? Ну, приблизительно, где он находится? Ну, что же вы? Территориально, вот смотрю, где он находится. Как где? Если вы в России. Ну, это недалеко от Москвы, как где? Вы сами... Ну, как же недалеко? Ну, вот я с Москвы. Вы понимаете, что это... А вы в Москве? Не очень близко к Москве. Да, я в Москве. А, так вы же даже не знаете, где Вологда находится. Так, до вас это далеко, понимаете? А, далеко? Конечно. Ну, вы представьте. А, надо приехать к вам? Ты верь. Дальше, чем Ярославль. А, Ярославль дальше, конечно. А, ну, я приеду, если надо. Завтра могу подъехать. Мой брат туда едет, в Москву завтра, в общем-то. Ну, отлично. А зачем? Так вы же мне работу предлагаете, Владислав? Ну, что вы? Онлайн работать надо. Онлайн, в телефоне. А, в телефоне. А почему так мало зарабатываете? Настолько я знаю, строители зарабатывают 50-60 тысяч рублей. Это минимум. А вы в Вологде были хоть раз, чтобы знать, сколько там зарабатывали? Ну, я знаю, у меня есть оттуда клиенты. Они зарабатывают больше. А где у вас? Кто у вас там с Вологды? Я просто многих там знаю. Кто у вас там в Вологде? Что за клиенты? Ну, я не знаю, лукавят, наверное, лукавят. Немножко щуткают. Возможно. Хорошо. А у вас вообще есть какие-то финансовые нагрузки, долги, кредиты? Ну, всякое бывает, конечно, что. Ну, есть, я спрашиваю. Сложная такая штука. Бывает, да, есть, конечно, как же. А сейчас есть? И сейчас тоже есть, да. А большие, сколько у вас кредитов? А это, Владислав, вы мне, пожалуйста, объясните, а какое... Я вам вопрос вам задал. Какое это имеет значение для нашей с вами работы? Объясню вам. Для того, чтобы создать для вас финансовую стратегию. Мне эта информация, в принципе, не нужна для того, чтобы на дальнейшем у вас уже была стратегия, за которой вы будете работать. Так как мы индивидуально подходим к каждому клиенту, чтобы вы могли разобраться в этом и чтобы вы могли работать. Для этого я и задаю такие вопросы. Знаете, это тот момент, когда вы приходите к доктору, да? То есть вы садитесь и рассказываете ему все, что у вас болит. И он вам все дает вам рецепт, да, за которым вы лечитесь, верно? Вот и в данный момент я выступаю как финансовый доктор, да, чтобы помочь вам на будущее. Поэтому задаю такие вопросы. Так все, расскажите, а какие кредиты? Обычные кредиты. Давайте, Владислав, не будем... Я бы не очень хотел рассказывать про свои кредиты. Давайте, может быть, в процессе нашего сотрудничества мы больше никогда будем знать друг друга. Понял, я вас услышал. Хорошо. Какая у вас есть финансовая цель? Ну, какие? Ну, у меня есть... Это что, я хочу купить, в смысле, допустим? Ну, да. Ну, у меня много всего, но что вы, у меня же много чего хочу. Я и машину хочу, и квартиру хочу, и телефону... А что, ничего нет? Да, по-разному почему. Есть почему. А на что-то откладываете? Ну, бывает, конечно, на что-то откладываю. Вот, а на что откладываете? Это сейчас важно очень. Ну, интересуюсь вашей целью финансовой, для того, чтобы в дальнейшем понимать, к чему вы хотите прийти. Ну, машину, допустим, хочу купить. Пускай будет машина. Вот, а сколько уже отложили на машину? Ну, пускай будет половина суммы, допустим. От какой суммы? Какой автомобиль хотите? Да, обычный автомобиль. Но при чем здесь этот-то, я не понимаю. При чем здесь автомобиль какой-то? Вы так переживаете за это, как будто бы я что-то плохое для вас сделаю. Плохое? Нет. Ну, просто, вы поймите, Владислав, я не совсем понимаю, к чему эти вопросы. Я же вам сказал зачем, вы меня не слышали. Ближе перейти к тому, что объясните, что за работа, потом уже я вам скажу. Я вам объясню, что нужно делать. Покупайте, продавать акции, покупайте, продавать... Я же не понимаю, как это делать вообще. Я же не могу понять, я не знаю, как это делать. Для этого вам будет предоставлен человек, который будет работать с вами. Это личный эксперт, человек, который более уже 10 лет на финансовом рынке. Он будет вас обучать, будет вам показывать и будет зарабатывать. Нет. Я не буду вашим личным экспертом, будет немножко другой человек, но все же будет похож на меня. То есть он будет вам все полностью объяснять, да, и по любому финансовому вопросу можете обратиться к нему. Ну, это как наставник ваш. У вас был как-то наставник на работе? Ну, конечно, был, конечно. Ну вот, и как вы понимаете, как любому наставнику, да, ему выгодно, чтобы вы зарабатывали. Понимаете? Понимаю, да, конечно. Потому что он зарабатывает от того, что вы заработаете. В данном случае он зарабатывает 5% от того, что заработаете вы. К примеру, вы заработали 100 долларов, он заработал от 100 долларов 5% – это 5 долларов. Скажите честно, отдать ему 5 долларов за то, что он работает с вами и дает вам торговые рекомендации, за которыми вы зарабатываете. Торговый. Ага. Понятно. Непонятно. Я спрашиваю, это честно? Ага. Что вы говорите? Ага. Алло. А вы меня слушаете? Ну, конечно, слушаю, Владислав, но что вы? Ну, так я же с вами разговариваю, вопрос вам задал. Вы пропадали сейчас. Пропадала связь куда-то. Я говорю, честно, отдавайте ему 5 долларов со 100 долларов ваших заработанных. За то, что он работает с вами. Ну, честно так, честно. Но почему нечестно-то надо отдавать? Ну, конечно. Честно, хорошо. Хорошо, тогда скажите, а в принципе, есть какие-то вопросы еще? Или в принципе все понятно? Да понятно, а что-то непонятно. Конечно, понятно. Работать вы будете в приложении, которое мы скачаем вместе с вами на ваш телефон, где будет находиться ваш личный кабинет. А, личный кабинет. Это как понять? Что за личный кабинет? Ну, там где. У вас есть, к примеру, банк какой-то? Вы каким банком пользуетесь? Я не пользуюсь банком. Зачем мне банком пользуюсь? Вы банками не пользуетесь? А какими банками это вы имеете в виду? А, банки? Это деньги, что ли, в смысле? Да, у вас есть какие-то банковские карты? Вот есть? Есть, конечно. Есть приложение к ним? Есть? Есть, конечно. Мобильный банкинг? Вот, это точно такое же, да? Только вы еще сможете открывать сделки в нем, понимаете? Кроме того, что будете видеть свой баланс и свое имя, еще и будете зарабатывать на этих деньгах. Понятно? Да, вот как. Ну, так понятно. Ну, ништяк, конечно. Четко. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Какие? Это вопросы. Готовы поработать, заработать свои 4 тысячи рублей? Ну, давайте, конечно, Владислав. Что тянуть время-то? Хорошо. У вас сумма 15 тысяч рублей доступна? То есть, как доступна. Как понять 15 тысяч? Есть 15 тысяч рублей для того, чтобы на чай? Ну, у меня есть. У меня и не 15, у меня и больше есть. Нет, 15 надо. Для начала, чтобы посмотреть, чтобы заработать хотя бы 4 тысячи рублей, нужно как минимум 15 тысяч рублей. Есть у вас сумма такая? Заработать 4 тысячи рублей за 43 минуты, вы имеете в виду? Да, да. Совершенно верно. Надо 15 тысяч рублей для этого? Да, и у вас уже будет на счету 19 тысяч рублей. Ну, конечно, есть 15 тысяч рублей. А как у меня есть? Конечно. Хорошо. На какой карте у вас 15 тысяч рублей? Какой карте будете активировать торговый счет? Карта моя, вот эта банковская карта, которая у меня есть. Какого банка? Банк Тиньков у меня банк. Тиньков. Тинькова. У вас на Тинькове в данный момент доступна сумма 15 тысяч рублей, верно? Конечно. Конечно. Почему? Больше-то 15. Почему 15? Больше-то? Мы говорим только о 15 тысяч рублей. Намного больше. Раз в 20 больше. А у вас WhatsApp есть? Есть WhatsApp, да, конечно. WhatsApp на этом номере? Ну, конечно, да. Конечно. Обязательно на этом номере WhatsApp, да. Отлично. Хорошо. Так у вас точно есть вот в данный момент сумма 15 тысяч рублей? Или вы не уверены? Так а в чем не уверен-то, Владислав? Я не могу вас понять. В чем? Ну, смотрите. Если вы уверены, тогда мы сейчас в данный момент активируем ваш торговый счет. И уже заработаем эти 4 тысячи рублей. Готовы к этому? Ну, готовы. А почему не готовы? Конечно, готовы. Все тогда. Тогда в данный момент я вас сейчас добавлю на WhatsApp. И мы с вами приступим. Давайте, конечно. Смотрите, а вам с кем будет удобнее работать? С мужчиной-аналитиком или с женщиной? Мне с женщиной, конечно, удобнее работать. Женщиной, а вы уверены? Ну, конечно, уверены. Ну, что мне не уверены? Хорошо. Я уверен еще. Очень уверен. А вообще, в принципе, скажите, в какое время вам будет удобнее работать? Мне вот сейчас удобнее работать. Я сейчас как раз... Я понял. А у вас выходные есть? У меня сейчас выходной. Воскресенье выходной. Понял вас. Ага. Хорошо. А у вас сейчас интернет есть? Ну, конечно, есть. На телефоне интернет. Да как еще без интернета телефон? Обязательно интернет есть. Конечно. Есть обязательно. Хорошо. А Wi-Fi есть, возможно? Это Wi-Fi. Нет, Wi-Fi нет. Есть интернет на Wi-Fi. Хорошо. А сейчас можете зайти в WhatsApp? Ну, я мозгой об чем не могу. WhatsApp? Вот я сошел. Вот открыт WhatsApp. Зашли в WhatsApp? Ну, конечно. Вот открыт WhatsApp. Да, вот WhatsApp написано. Хорошо. Смотрите, я вижу, что у вас нет интернета, пока вы с вами разговариваете. Давайте я сам беру в WhatsApp. Заходите в WhatsApp сейчас, да? Я пока сброшу. Хорошо? Хорошо. Конечно, хорошо. Давайте. Алло. 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 Слышишь меня? Магомед. Магомед. Да, кто это? Это Владислав звонит. Слышишь за меня? А, Владислав. У вас номер другой. Вы звонили по другому номеру. Это нормально. Просто ты не берешь трубку, во-первых. Во-вторых, почему на WhatsApp ты меня не слышишь? Так нету. Владислав, ты на WhatsApp-то не слышишь меня? Или я тебя не... Я слышу. Я слышу, Магомед, тебя. Я тебя слышу. А ты меня почему-то не слышишь. Ты просто ничего не нажимай. Ничего страшного. Смотри. Сделаемся здесь. Готов свой счет активировать, верно? Счет активировать, верно, да. Конечно. Как его активировать надо? Я тебе помогу, не переживай. А как не переживай? Это как будет вообще активироваться? Вот тебе, смотри. Я тебе все объясню, не переживай. У тебя деньги на какой карте? А ты мне сейчас объясни. Так я тебе объясню. Я тебе просто вопрос задал. У тебя деньги на какой карте? А я уже говорил на какой. Еще раз повторить. На Тинькофф, верно? Верно. На Тинькофф, верно. Ну вот, смотрите. Для активации вашего торгового счета нам... Вам нужно виски свои данные. На «вы» перешли. Тут и на «ты» переходишь, теперь на «вы» переходишь. Ну, знаете, как бывает всякое, верно? Ну, ничего, ничего, да. Ничего. Как будем активировать торговый счет-то? Смотрите. Для активации торгового счета понадобятся ваши данные для того, чтобы это было подтверждение от вашего банка, что это действительно совершаете вы, и что вы действительно в данный момент активируете свой торговый счет. То есть, что нужно будет? Писать свое ФИО, то есть, как вот зовут, имя, фамилия и отчество. После чего ввести адрес электронной почты, да, куда вам будут приходить все чеки для того, чтобы... Куда вам будут приходить все чеки и данные своей карты. Для того, чтобы вам пришла смс-ка, да, с подтверждением. То есть, ссылка карты, на которой у вас действительно в данный момент есть сумма в 15 тысяч рублей. Понятно вам? Ну, конечно, понятно. Я вам также покажу ваш счет, как он выглядит, да, чтобы вы уже понимали, чтобы вы не переживали. Понятно? Ну, конечно, понятно. Что? А куда надо давать? Кого надо давать? Имя, фамилия, отчество надо кому-то написать, да, это? Мне в WhatsApp. А я уже взял... Вот имя, фамилия, отчество и что еще? Год рождения или что надо написать еще? А, нет, нет, нет. Имя, фамилия, отчество. А, дальше. Давайте, смотри, я тебе ссылку отправлю, а ты запомнишь все данные. И перезвоню тебе в WhatsApp, хорошо? Ну, конечно, хорошо. Конечно. Хорошо, тогда зайди в мою переписку с тобой в WhatsApp и напиши хотя бы слово. У тебя работает интернет? У меня, ну, не знаю. Я работал до этого, вот, как бы, когда, то работает, то не работает. Алло. Алло. Ну, сейчас я не знаю, как понять, то работает, не работает. Вот, открываю. Очень просто. Я наберу сейчас WhatsApp. Ага, хорошо, хорошо. Да, говорю, в WhatsApp сейчас отправлю. А, в WhatsApp? Заходи в WhatsApp. Да, Магомед, заходи в WhatsApp. Я же уже защёл уже. Сюда, в WhatsApp. Вот, зайдите в нашу переписку и отпишите что-то. Просто отпишите какие-то буквы нам. Хорошо? Вот, видите, там Владислав напишет, это Владислав. Я напишал, здравствуйте. Я отправился. Отлично. Я сейчас наберу WhatsApp. Да, хорошо. Алло, да, Магомед? Ну что, заполняешь свои данные, верно? А где заполнять данные? А, вот это открылась страничка такая, тут «Газпром» написано. Да. Да, да, да. И опускаются они и же, да, и там заполнять свои данные. Там пишешь ФИО, пишешь... А что, ты что, ты «Газпром», что ли? Совершенно верно. Я компания «Газпром». А до этого говорил, что не «Газпром». Я говорил, что я с компанией «Газпром». Да ладно. Магомед, я аж представился, сказал, что я звоню тебе... Меня зовут Владислав, я звоню с компанией «Газпром». Нет, ты не «Газпром» ты какое-то другое слово говорил. «Газпром» я говорил. А, «Газпром» ты говорил. Инвестиции я еще говорил, помнишь? Помнишь инвестиции, а «Газпром» не говорил? Может, ты просто не услышал, либо же я тихо сказал. А тут что, надо данные карты вводить себе, да? Ну да, для того, чтобы подтвердить, что ты действительно активируешь свой торговый счет. А давай я тебе сразу деньги просто переведу на карту? Давай я тебе сразу деньги на карту переведу? Мне на карту твои деньги не нужны. Как не нужны? Ну вот так вот, ты же активируешь торговый счет. Ты же активируешь свой торговый счет на местоворотной платформе «Газпрома». Ты даже не спиздишь, мне позвонил, чтобы у меня деньги спиздить, правильно? Нет. Ну как нет? Ну что ты? А зачем мне твои деньги? Ну потому что ты мощонка. 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 Хочешь деньги воровать. Хочешь воровать деньги. А что ты, скажи мне, дурачок, а что ты по воскресенью, товарищ выходной, по воскресенью? Причем? Алло, мощонка? Еще. Ты с какого черта меня мощонкой называешь? Мощонка? У тебя по воскресеньям выходной, мощонка. Что вы там по воскресеньям-то работаете? Ты что, обезьяна? Слышь, мощонка? Ты обезьяна ебаная. Еблан. Еблан, сука, твой отец мертвый, долбоеб, блядь. О, как ты заговорил, мощонка. Ух, какой ты черт, ебаный. Мощонка, сука, твоя мать нахуй ебала, завали нахуй. Ой, какой ты петух. Ой, ой, ой. Ты что орешь там? Я бы тебе с удовольствием в рот бы настал. Слушай, я бы твой рот везь заоборот, блядь. Я ведь твой рот ебал. А потом бы туда бы насрал. Я срал бы туда, срал бы туда, срал бы туда, срал бы. Я всех выебу. Я ведь твой рот выебу, понял? А потом бы я блевал на тебя. Блевал бы, блевал, блядь. И блевал. Ты будешь блевать от того, как я тебе в пузо дам, ты хуй, блядь. Ой, мощонка, мощонка. Что вы по выходным, товарищ, вы с воскресенья, то выходной, мощонка. Таких лохов, как ты ебать в уши, блядь, придурок. Слышь, мощонка? Тебя по воскресеньям тебе выходной... Чушок. Зачем ты ебала что-то отрываешься? Ты чё? Слышь, Чушок? Тебя по воскресеньям... Зачем ты ебала открываешься? Еблан. Слышь? Ебанат. Алло. Ебанат это только твой отец. Ты ебала что-то. А что там у тебя народу так много? Вы чё, совсем ебанулись по воскресеньям? Все собрались тебя в рот ебать, ебил что ли? Или, ёпту, хуйной занимаетесь разводником сраным дешевым? Как всем офисом тебя будем в рот ебать? Ты бы хотя бы... Слышь, ебло. Ты бы хотя бы легенду бы другую придумал бы, ёпту. Такую хуйню, ёпту, блядь. Уже, блядь, нахуй, ёпту, блядь. Смешно даже, блядь. Ёпту. Тебя слушать, блядь. Сука, блядь. Всякую хуйню, блядь. Ебанаты, блядь, вы конченые. Мощонка? Мощонка? Алло. Мощонка? Слышь? Мощонка? Ты чё, обоёк, реально? Мощонка, давай я тебе в рот на су. Хочешь, я тебе 1000 рублей дам, Мощонка. Хочешь, я могу тебе 1000 рублей дать? Давай, хочешь за 1500, Мощонка? Хочешь, за 1500 вот тебе в рот на су. Блядь, нет, слушай, как ты такое оконченное родилась, нахуй? Мощонка. Тебя, сука, собака, блядь, дворовая родила, нахуй? Ты била такого ёбаного, блядь. Не, Мощонка, слышь, ебло. Так я твою мать в рот ебал. Кажи мне, а чё ты по воскресеньеешься, вы жарной-то, Мощонка? Я твою мать в рот ебал. Я твою мать в рот ебал. Еблан ты, Мощонка. Ебай, так а ты хач, ебаный, который знает, что Мощонка, блядь. Твоя мать, сука, лошонка, ты, блядь, еда, ебаная, блядь. Ты меня понял? Ты так ебаный, блядь. Ой, Мощонка, Мощонка, что вы там пошли? Ты, сука, русский выучив, блядь. Яauge я тебя не понимаю, да, блядь. Ты, сука, русский выучив. Мощонка, ой, как я тебе хочу в рот, Козёл, Мощонка. Ты, сук, в России нахуй приехал-то, блядь. Я, сука, русский выучив для начала моей ланды. Ты, тревога, ебаный, блядь. Я весьера в рот ебаный, блядь. Я в Рос revolves всем этим нашим нэн ficou рад выехал. Я в takes, ебаная. Слышь? Я весь свой рот проклинаю, я всю вас снял, я весь свой рот проклинаю . Мпр Graikした! Алло. Ой, мраость ты, мпр explanation. Алло. Какая ж ты мр reaction... — Алло! — Хуйло, ёпту! — Алло, блядь! — Алло! — Алло! — Чушёк! — Алло! — Чушёк, как у тебя там? — Алло! — Чушёк, а вас там дохуя сейчас народу в вашем подвальчике? Чушёк! — Слышишь? — Конечно! И толпой твою мать в рот и ебём, блядь! — Чушёк, вы что там дрочите? Дрочите друг на друга или уже тратят в ёпу, блядь, друг друга, блядь, там? — Живень, да? — О, лохов никак не развести, никто не разгонит! Давайте будем друг друга в ёпу тратят! А потом в рот! Ой, как хорошо, и ёпы в рот! — Ой, как хорошо, да, Мощонка? — У тебя у твоей матери уже сухарот рвётся! — Мощонка, а у вас... А, Мощонка, я понял! Слушай, ты, короче, знаешь чё? Я всё понял тебя, Мощонка! У тебя там твоего босса сейчас нету, который у вас всех мест и ебёт в ёпу! И ты поэтому разговариваешь так жёстко, да, Мощонка? Алё! Алё, Мощонка, а? Алё! — Да-да! — А, ты здесь, Мощонка? Я думал, ты слился уже! Ой, какой ты, Мощонка! — Какие ты слова знаешь? А ты умный, да? Давай с тобой дружить! — Какой ты уёбок, Мощонка! Какой же ты уёбок! — Ты умный, конечно! Давай с тобой дружить? — Конечно, Мощонка! Конечно! — Будем дружить? — Давай дружить, Мощонка! — Как тебя зовут? — В рот, блядь, накидаю, блядь! И своих братьев позову на тебя... Не, сначала подожди, дай подумать! — Подумай, подумай! А есть с чем? — Смотри, я вот вижу так, что... — Потом опять дружу! — Смотри, давай посмотрим на это с другой точки зрения, смотри! — Давай, давай, Мощонка, Мощонка! — Ты прошёл регистрацию для того, чтобы доказать мне, что я мошенник! — Как ты, видимо, думаешь, верно? — Мощонка, Мощонка! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Какой ты... — Галима, я, знаешь, что, Мощонка... Кстати, я тебе могу сказать, Мощонка, тут мне недавно... Недавно звонил тоже, ну, тоже твой Мощонка-друг. Ну, там хоть, знаешь, там хоть интересная легенда была, я тебе могу сказать. Там интересная легенда была, я часа два, наверное, с ним разговаривал, но у него хоть было, так, знаешь, как-то... — Да, у меня столько времени на тебя нету, конечно! — Пополнее, полнее! — Я даже тебе больше скажу, Мощонка! — Пополнее, Чаполнее! — Ты даже не можешь выразить своё мнение, понимаешь? Потому что ты человек, который забыл даже как можно обращаться с людьми, понимаешь? — Да, помолчи ты! Зачем? У тебя такой вот здоровый, с тобой дерьмо хавайте офигенно, да? — Потому что ты всё зажурёк сразу, да? — Немножечко, такая маленькая щуточка, поэтому легенда, она... — Ну, он хорошо, у него так было Мощонка! — Слушай, Мощонка, ну у тебя! Субтитры сделал DimaTorzok